За эти два дня мне очень понравились наши веселые поделки из глины и из пластилина. Запомнились инструменты, которые нам дали. Гнев или какие-то сильные эмоции лучше не подавлять, но при этом не выплескивать их полностью. Больше всего мне понравилось поражение с радугой. Нам надо было дать цвет каждой эмоции, как он ассоциируется, и потом нарисовать радугу. Две радуги. Одна радуга — это те эмоции, которые мы чаще всего испытываем в жизни, а вторая — это радуга за прошедшие три дня. Те эмоции, которые мы чаще всего испытывали в жизни. Благодаря этой радуге я поняла, что многие эмоции, которые я испытываю, мне хотелось бы заменить на другие, например, меньше гнева и больше радости. Вообще мне очень понравились картинки с эмоциями, когда ты должен подобрать тепловую карту и должен подобрать эмоции. Мы разбирали очень много разных эмоций, и я узнал, что не бывает положительных и отрицательных эмоций. Больше всего мне запомнилось упражнение на доверие, то есть где мы закрывали глаза, человеку удалось любить его провести, помочь ему дойти. Ну, в целом, понравился этот день. Ну, компакт, сфера, когда ты испытываешь в жизни, ты его можешь подобрать с помощью вот этих инструментов. Я сделал для себя много важных выводов. Да, на тебя человек ругается, а ты должен тихо стоять. Защитный компакт, что это слушается. Я для себя открыла то, что негативные эмоции, они помогают нам ездить дорогу положительную эмоцию. Я испытывала радость, не было никаких отрицательных эмоций, это только радость. Какое-то детское такое радость, от которой постоянно хочется спеть и так далее. Еще я испытывала заинтересованность и вдохновленность, возможно. Поначалу я стеснялась, потому что новый коллектив, новые люди. А сегодня, на второй день, я полностью отказала свои проблемы и очень понравилось это на второй день. Эти два дня я испытывала какую-то безмятежность, радость. Я тоже слепила этот человечка на память, но он такой смешной получился. Там улыбка до ушей и положительный человечка. Я бы хотела его предупреждать тем, где какие-то проблемы с выражением своих эмоций. Или наоборот, они слишком эмоциональны и хотели бы это изменить. Я бы порекомендовала этот интенсив тем людям, которые хотят подавить свои эмоции, то есть гнев, избавиться от скуки. Тем, кто плохо воспринимает эмоции, которые имеют вспыльчий характер и очень не могут, если обижаются, то не могут спринять. Научиться как бы преобразовать эмоции в более какие-то сильные и научиться и знать, когда и в какие моменты, какие эмоции, какие дела лучше делать, которые будут работать на тебя. Да, это плюс, а и в друзьях. В общем-то, всем. Потому что можно знать немного наува и больше определять эмоции рады Русла, куда лучше делать. Это было очень-очень узнавательно.